Доброго времени суток! Данный расклад для Татьяны. И сегодня мы посмотрим, как могут складываться у вас отношения с задуманным человеком. Чего вам можно ждать от этих отношений? Чего не стоит ждать от них? И что вообще искренне думает о вас человек? И что он считает? Какие он имеет намерения? Какие минусы вы от него можете получить? Какие плюсы? Какие хорошие события могут быть связаны для вас с ним? В общем, все эти вопросы сегодня мы будем освещать в раскладе. И, естественно, мы посмотрим, давайте на ближайшие 3-4 месяца, как могут сложиться ваши отношения, а чего в них не будет. Я не беру для вас срок в полгода 8 месяцев, потому что вы гадаете немножечко чаще, для того, чтобы у нас не шли друг на друга гадания внахлёст. Давайте сегодня посмотрим именно на 3-4 месяца. То есть это получается где-то до конца марта, до середины апреля следующего года. На сегодняшний момент его мысли, чувства, намерения, отношения к вам, какие минусы вы можете получить от отношений с ним, какие плюсы, чего он сейчас ждёт от вас в сложившейся ситуации. Здесь просятся почему-то две карты, но две мы и достанем. Чего не будет в ваших отношениях и что может случиться, а также мы посмотрим, как можно будет охарактеризовать ваши отношения. Бонусом от меня предостережение карт и совет карт вам в данной создавшейся ситуации. Сегодня я взяла достаточно такую няшную, на первый взгляд, колоду. Достаточно несерьёзную, казалось бы. Но я могу сказать, могу отметить, что данная колода очень серьёзно, вдумчиво и тонко чувствует людские души и взаимоотношения между людьми. Давайте мы посмотрим его мысли, чувства и какие-то действия. Ну, вы знаете, во-первых, из четырёх открытых арканов у вас здесь три являются старшими арканами. То есть это судьбоносные, это важные какие-то события в вашей жизни. И у меня есть такое ощущение, что как будто бы человек возлагает на вас сейчас большие надежды. И мы можем даже говорить о том, что человек считает, что вы согласны на любовный треугольник. Либо это показывает его даму, которая была у него на протяжении этого времени. Либо человек считает, что возможно вы сейчас влюбились и у вас есть ещё кто-то. Но в принципе мы можем сказать, что у него присутствует как будто бы вот вторая волна влюблённости, каких-то мыслей романтических о вас. Что касается чувств, его съедает как будто бы чувство одиночества и чувство какой-то болезненности. Если он физически не болен сейчас, а это может быть, но не думаю, что что-то большее, чем насморк или гипертония или гипотония на сегодняшний день. То есть что-то связанное с жидкостями в организме, с простудой возможно. Но если он здоров, то тогда я думаю, что он считает, то есть я вам второй вариант толкования здесь просто привожу. И тогда карты говорят о том, что он хотел бы как будто бы возобновить цикл отношений с вами, но начать заново как будто бы. Но сейчас он чувствует себя действительно одиноким. Его намерение в корне изменить ситуацию. Его намерение буквально, ну такое ощущение, то ли начать с чистого листа, то ли отрезать все старое, что происходило в ваших отношениях, в частности ту самую королеву Пентакли, которая дама с достаточно стабильным достатком, вот о которой шла речь, насколько я помню. И вот у него есть намерение, действительно полностью круто изменить свое отношение к ней. Почему-то вот таким образом действительно выпадают карты. И у него есть некое такое, знаете, ощущение выжидания, то есть как она будет поступать в этих отношениях, что она будет делать после его выверта определенного, если он как-то резко поступит. Он может на это смотреть. Но в то же время пока со счетов он ее не скидывает полностью. Его отношение к вам можно назвать как инициативу. С одной стороны, эта инициатива может быть вполне пагубной, с другой стороны, инициатива может касаться не только вашей семьи, то есть именно вашей пары и возрождения эмоций в этой паре, но и отношений со старшими родственниками. То есть, возможно, ему здесь будет требоваться некая ваша помощь и поддержка. Вполне возможно, что так. Но, по крайней мере, он действительно хочет сейчас каких-то резко развивающихся отношений, возможно, какие-то строго определенные вещи, как он считает, нужно вам завершить для того, чтобы начать отношения заново и для того, чтобы он мог чувствовать себя любящим и любимым в этих отношениях. Какой негатив вы можете получить от него и какой позитив? Ну, вы знаете, так, чего он ждет от вас? Ну, у него на уме только деньги на сегодняшний день. Вернее, он считает, что у вас сейчас главный вопрос это деньги, финансы и разбирательства, которые касаются именно финансовой сферы. Следующее, что мы смотрим, это негатив. Но из негатива вы можете реально получить какой-то достаточно серьезный конфликт и вы реально можете получить так называемую башню, будем так говорить. То есть принятие решения о прекращении общения, например, об официальном прекращении отношений возможно с другой женщиной, но, по крайней мере, он сейчас еще в стадии принятия решения. То есть он принимает решение о расторжении отношений. И либо он сейчас прекратит всяческое общение с ней, либо он будет переписываться с ней даже по интернету, обмениваться сообщениями или перезваниваться еще на протяжении трех-четырех месяцев. Но в любом случае он сделает так, как ему будет удобнее и приятнее. С другой стороны, из позитива вы можете увидеть некое резкое торможение и, наконец-таки, увидеть, что этот человек действительно в данном случае решается все-таки остаться один. То есть решает все-таки даму оставить, прекратить с ней всяческие отношения. Но он сейчас в стадии. То есть из негатива может сработать то, что он не решится на этот шаг. Но, в принципе, я бы, наверное, сказала, что судьба считает наиболее вероятным именно такой исход в развитии событий. Что касается от вас некоторых таких вот вещей, которые он ждет, он считает, что вы для него просто подарок судьбы сейчас. И что вы, в свою очередь, как будто бы возьмете его на содержание. Знаете, как будто бы вы будете ему очень четко помогать, вы будете разрешать все споры, которые могли у него возникнуть по поводу автомобиля, например. Ну, то есть здесь карта ложится колесница, которая может значить в этом случае, то есть либо вы разрешаете его какие-то финансовые проблемы, либо какие-то проблемы с машиной. Вот такие вопросы он может действительно подкинуть вам. Он может говорить снова о заключении официального брака. Но это смотря, действительно получили ли вы бумаги, состоялся ли развод. Вот вопрос в этом. Ну, то есть он хочет либо налаживать брак, если он не расторгнут, либо, возможно, снова заключать официальный брак. Тоже может быть такое. Следующее, что мы можем увидеть, но также эта карта может означать у нас социальные учреждения. И если он не болен, то есть если нет переклички у этой карты, это не больница, то в таком случае это официальный брак, действительно. Если, допустим, какая-то автомобильная авария, он пострадал, то тогда это может быть действительно ваша помощь в посещении его в момент, когда он болеет, действительно. Но здесь в основном ложатся вопросы финансов. Поэтому я могу сделать вывод, что все-таки что-то крутится вокруг денег. Он считает, что для него это должно, даже если возникнет какой-то конфликт, очень благоприятно разрешиться с вашей стороны. чего не будет в ваших отношениях в ближайшие три месяца, что может быть. И будем так говорить итог. Что мы видим здесь? Мы видим, что он сейчас может немножечко прикусить свой язык, что он может разговаривать немножечко менее резко, что он может действительно поубавить свой пыл и уметь разговаривать как нормальный человек, то есть без каких-либо подколов, без каких-либо может быть некрасивых вещей. Ну а также мы можем видеть, что от вас как будто бы в это время отступает страх, вы становитесь более уравновешенной. Вас будут ждать в ближайшие... Вот сейчас может это произойти, то есть вы можете сейчас получать какие-то новости. В ближайшие три-четыре месяца вы можете получать новости, которые будут касаться некоторых ресурсов и взаимообмена ресурсами, будь то деньги, энергия, эмоции, то есть все, что мы можем увидеть от вас, ну скажем так, будут ожидать, что вы сможете потратить каким-то образом, то есть человек в принципе ожидает, что действительно вы можете каким-то образом на него потратить любой ваш ресурс, который ему будет нужен. Вот таким образом. Но у нас как раз на этом месте очень удачно догорела свеча, это значит, что вы можете загадать желание. Ну конечно, не миллион долларов и не судьбоносное, но у меня примета такая именно, которая у меня работает. Если на клиенте на каком-то раскладе догорает вдруг свечка как раз-таки в этот момент, то вы имеете полное право загадывать желание. Но желание, еще раз повторюсь, достаточно простых, то есть без каких-то таких желаний, которые говорят о чем-то невозможном. И, ну еще раз повторю, конечно, это не миллион долларов, это что-то должно быть попроще. Итак, какие могут быть у вас отношения? Ну здесь карта, говорящая о том, что ваши отношения не смогут быть моногамными в ближайшее время. В том числе для него они будут завязаны не только на желании видеть вас, не только на желании обладать вами и на ревности, но еще и, возможно, на попытке установить свое господство, установить иерархию и сделаться для вас действительно, ну будем так говорить, единственным авторитетом в том, что касается материальной, денежной и семейной жизни. Из предостережения есть некоторые моменты, которые могут указывать на хранение тайны от вас или вами, но это в зависимости от того, как именно происходит в вашей ситуации, вы лучше это поймете. Также карты говорят о том, что, возможно, вам не стоит сейчас очень доверять своей интуиции, потому что вы взволнованы и она может вас, ну будем так говорить, не то чтобы обманывать, но иногда действительно подводить. И если интуиция будет говорить вам о том, чтобы вы отдали этому человеку деньги, какое-то имущество, ну то есть что-то материальное, то ни в коем случае не соглашайтесь, потому что в таком случае вы можете оказаться в невыгодной ситуации. В том числе карты говорят о том, чтобы вы не обманывали сами себя в тех чувствах, которые вы испытываете к данному человеку. Ну и, конечно, следующая карта, которая рекомендует нам что-то, вот что она рекомендует, мы смотрим и видим, что карта рекомендует вам быть честной, то есть не иметь каких-либо внутренних для себя самой же любимой тайн, а быть достаточно честной и действовать не резко, а хорошо обдумывая каждый свой шаг. Также карты говорят, посмотрите, насколько необходимы вам перемены, но при этом не забывайте, что шанс есть, всегда его нужно замечать и вам нужно самоутверждаться, то есть вам даже вот этих отношений, которые могут быть в форме свидания, то есть карты предостерегают от того, чтобы жить вместе, они больше говорят о том, что вам лучше видеться ситуативно и говорят о том, что он к вам будет даже, если вы не пойдете сразу полностью с открытой душой и не будете разрешать все только что его душенька пожелает, то в данном случае он будет с большим уважением к вам относиться, то есть для того, чтобы начать строить семейную жизнь правильно, вам нужно договариваться, ну будем так говорить, обо всем на берегу и честно обговаривать волнующие вас вопросы, более того, не давайте себе находиться в положении жертвы и получайте от этих отношений что-то счастливое и радостное, я вас поздравляю с наступающим Новым Годом, скоро действительно хороший, добрый, светлый, красивый праздник, который полон огоньков, огоньков надежды, огоньков в глазах, огоньков гирлянды, и в любом случае я желаю, чтобы эти огни были добрыми, я желаю вам счастья, желаю вам любви взаимной и счастливой и исполнения надежд, всего доброго, до новых встреч, до новых встреч!